Микс Ньюс Отличное, личное, личное утро Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро Каждую пятницу на Радио Болтком После 9 утра Личное утро Ну что, еще раз говорим, всем доброе утро И это личное утро пятничное Евгений Шафранок, Олег Пеков, этой студии Сегодня мы поговорим на тему, которая, ну мне кажется, очень тоже актуальна Поскольку, когда мы говорим о моде, о мире шоу-бизнеса Здесь вступают какие-то такие волчьи законы Каких-то таких совершенно нереальных стандартов Обычный человек чувствует себя выброшенным на обочину жизни Только, как бы, сглатывая слюну, смотрит на каких-то богинь Каких-то совершенно непонятно устроенных людей Которые шествуют по подиуму И вот у нас, наконец-то, в латвийской нашей столице Открывается, открылось уже первое агентство Которое работает с моделями возраста 40+, И это, заметьте, не килограммы Это действительно возраст Вот, и сегодня в нашей студии Основатель агентства Культ Агентства для моделей 40+, Геннадий Зебловский Доброе утро Доброе утро Спасибо за то, что пригласили на эфир Я думаю, что очень интересно Сегодня пообщаемся на эту тему Как вообще... У меня сразу же вопрос Я уже спросила, могу ли я пойти Хотя мне еще нет 40 Пока сказали, могу Так с какого на самом-то деле возраста Могут приходить к вам женщины Чтобы подходить под этот параметр? Ну, к нам могут приходить женщины И не обязательно после 40 И до 40 мы тоже будем рады видеть Если вам 35, пожалуйста Если вам уже после 30, приходите Потому что, знаете, это 40+, Было для того, чтобы люди, которые постарше Не стеснялись Чтобы они были смелее И не боялись звонить к нам Приходить Потому что, если я напишу просто Это модельное агентство Да, то придут молодые девушки А мне интересна аудитория Которая уже зрелая А если написать 35+, то 40-летний отсеется Потому что им будет нелом Да, да Они будут стесняться Ведь, понимаете, да То есть люди как бы преодолевают Определенный такой барьер, страх Ой, ну как, мне уже там 50 Как я, какая я модель А верхняя планка вообще существует? Верхняя планка? Ну, знаете, давайте, ну, наверное, 99 лет Да, вот Может быть и больше У нас есть 100-летние есть Да, да Мы вот за эфиром как раз говорили о том Что те навыки, которые приобретают женщины в агентстве Они пригодятся им в обычной жизни Что действительно нужно? Что женщина, чему она учится? Что она потом умеет? И как она может применить это в реальной жизни? Вы знаете, вот комплекс тех предметов Которые будут проходить наши студенты Или те, кто будут учиться у нас на курсе Он действительно очень применим в реальной жизни В реальной жизни или в работе Ну, к примеру У нас будет такой предмет, как походка Да, то есть походка в жизни и на сцене Все мы понимаем, да, что красиво А до бедра? Да Или сейчас уже не ходят? Нет, нет, конечно И от бедра тоже, да Но самое главное, что я хотел сказать Что красивая походка Что у женщины, что у мужчины Это очень важный момент То есть если у тебя А мужчины, кстати, могут тоже, да? Да, конечно Потому что, ну, мы будем учить походки Расправленные плечи, твердый шаг Это для мужчин очень немаловажно Это невербальная коммуникация Наконец-таки Олег станет похож на человека Научиться красиво ходить Берите, он уже готов Да Или вот, например, следующий предмет Актерское мастерство Да, как его применять в жизни Слушайте, ну Научиться управлять своим эмоциональным диапазоном Да, внутреннее раскрепощение Фантазия, в конце концов Ведь это можно применять тем, кто работает Вернее, часто участвует в конференциях На форумах выступает С какими-то докладами или презентациями То есть уметь высказать свою мысль Предложить какую-то идею Заинтересовать партнеров или спонсоров Или руководства своим проектом Это тоже учит актерское мастерство Сценическая речь Ну и вообще просто публичное выступление Понимаю, ну даже просто хотя бы на собрании То есть, ну вот Мы всегда чувствуем, что есть человек Который может быть вот мямлет И у которого, ну, его скучно слушать А есть люди, которые просто зажигают Прямо вот буквально несколькими фразами Да, да, все верно Все верно Ну, это, если какие-то все-таки Качества врожденные, да То есть умение выступать на публике Иметь какую-то харизму внутри Вот есть человек харизматичный, да Он начинает говорить, все измирает Есть те, которым это нужно учиться Этому можно научиться? Или это все-таки такое Ну, будет все-таки не то немножко Вы знаете, я думаю, что харизматичных людей То есть тех, которые природы могут зажечь своей речью Да, наверное, единицы И если брать историю То таких людей мы можем, наверное, пересчитать На пальцах там Ближайшую историю Тот же самый Димас Фен учился Да, да В камне, да, да С камнями разговаривать А все остальные люди Ну, мы видим ярких, очень много спикеров, да Которые ведут тренинги Которые участвуют в различных таких публичных мероприятиях Я думаю, что они учатся Они тренируются Сценической речи, актерскому мастерству Это все Всему этому можно обучиться Этому можно научиться И вот актерское мастерство Оно именно дает эту возможность А сколько уже агентства существует? Вы знаете, этот проект Он, в принципе, начался с этого лета Да, но это как сама идея Сам проект, вот именно 40+, он с этого лета Но опыт, скажем так, модельной сферы Или опыт, наверное, преподавания Он идет с 90-х годов Со средины 90-х годов Поэтому в этом плане Что у педагогов большой опыт То и у меня тоже большой опыт Работы в этой сфере Работы с людьми Работы в индустрии моды А как вы вот к этому пришли? Именно вот к такой идее? Почему вот? Ну, наверное, тут, наверное, правильно Такую небольшую предысторию рассказать В сфере вот Ну, в модельной сфере, наверное Я с конца 90-х годов У меня было здесь, в Латвии Открывал, наверное, одно из первых модельных агентств Работал с детьми От 4-х лет Ну, уже потом были уже взрослые девушки Но вот начинала работать с детьми То есть, также у нас была очень хорошая, сильная школа Преподавали предметы интересные Те же предметы, о которых я рассказывал И сейчас А, плюс параллельно к этому Очень много работал Индивидуальные занятия Да, то есть Я ранее занимался профессионально танцами Поэтому у меня, как бы, есть Эти знания техники Какими танцами? Эстрада Эстрада Вы занимались сами? Да, да, да Ну, то есть, вот это все умеетесь, да? Да, да, да И лично Ну, еще после их я нам танцуют И, да, была эстрада Был модерн В 90-х годах Тогда модерн у нас так Входил в Латвию потихонечку Наверное, один из первых педагогов по модерну Это была Ольга Житлухина Я думаю, что вы, может быть, знаете ее Город у нас не такой большой Но тем не менее Да, но тем не менее Вот у нее занимался Ну, и потом я уже перешел в организацию Да, и организация каких-то мероприятий Очень много делал фэшн-шоу Различных шоу И этот вот весь, скажем так Тот мой опыт, который был накоплен в этой сфере Я трансформировал в эту программу У меня есть педагоги Которые, с которых я уже знаю Не первые десяток лет И с которыми я работал еще в 90-х годах Да То есть, эта программа Она именно заточена на то Чтобы ее применять можно было в реальной жизни Да, то есть, те навыки, которые люди получат Они могли применять ее А применять все-таки имеется в виду В сфере модельной Ну, то есть, снимаясь для обложек журналов Или, может быть, это просто Ну, они хотят эти навыки использовать В своей профессиональной, не связанной с модельной Вы знаете, вот Здесь, как правило, есть две крупные категории людей Которые приходят заниматься Первые люди Первая категория Это те, которые пришли заниматься для себя Которые знают Да, я хочу научиться чему-то новому И это новое я хочу применять в своей работе Они приходят Или в работе, или в жизни Да, я хочу выправить осанку Да, там, хочу научиться красиво ходить Красивые походки Это первая категория Вторая категория Те, кто хотят попробовать себя в этой сфере Сниматься в рекламе Или поучаствовать в показах мод То есть, это две крупные категории Которые на занятиях будут Я знаю, да И те, и другие Они поступают правильно Вот по поводу второй категории Мне интересно Любое модельное агентство Оно заключает договора с журналами С глянцем С какими-то рекламными компаниями И так далее У вас категория 40 лет Ну, средняя категория Это все-таки 40 лет Какие перспективы у них? Насколько им реально попасть На обложки журналов? Насколько им реально попасть в рекламу? Если это не реклама стирального порошка Как ты стираешь И вся семья там счастливая Там стилит белую скатерть А правда в какую-то рекламу Где, ну, тебе хочется быть Реклама косметики Реклама В том, салоны красоты Отели То есть такая красивая реклама Да, я понимаю, да Вы знаете, а какая вероятность Была попасть у модели Жаклин Мердок Например, в 82 года Женщине, да Попасть, вернее Стать лицом дома Ланвин Ну, давайте так Пофантазируем Коль, может, говорим А вы к миллиону Ну Почему она стала? Вы знаете, почему она стала? Ну, случай Это случай Это случай Во многих вещах Это дело случая Да, то есть человек Где-то оказался Или где-то был сфотографирован Или попал случайно Там на обложку Какого-то, допустим Нетакого известного Популярного журнала И его заметили То есть человек Он где-то или засветился Или дело случая То есть его Ее увидели Сфотографировали Или пригласили Да То есть и здесь Но Полагаться на один случай Конечно же мы не будем Правильно? А здесь, когда человек приходит к нам в агентство, мы с ним начинаем работать, мы делаем фотографии, или он проходит обучение, получает фотографии, то есть мы уже можем его предлагать, скажем так, на рынке рекламы, что здесь, что в Европе, например. И здесь шансы очень велики, потому что у нас очень красивые женщины, это наше такое достояние, и поэтому я считаю, что здесь очень велики шансы у наших женщин для того, чтобы попробовать себя именно в рекламном и модельном бизнесе, или побывать на подиуме, участвовать в показах, или сниматься в рекламе, как вы говорили, не стиральных порошков, а, допустим, каких-то брендов. Вот эта специфика работы с женщинами 40 лет, она тоже обусловлена тем, что, допустим, молодые девушки, которые приходят в модельное агентство, они приходят уже с какой-то самооценкой, потому что она знает, что она красивая, стройная, у нее большие глаза, большие губы, не знаю, там, все у нее хорошо, вот мы сейчас будем здесь работать, и ей легко себя презентовать. Она себя любит, и все вокруг ее любят. Женщине там 40 лет, это дается немножко сложнее, потому что уже есть комплексы, уже ты знаешь, эта сторона не рабочая, эта рабочая, тут морщинки, тут брюк, тут вот где-то руки уже не такие, и вот это понеслось. Насколько их легко раскрепостить, насколько с ними легко работать, насколько их легко заставить раскрыться, начать работать, улыбаться, да, то есть быть собой и не стесняться, может быть, тех изменений природных, которые происходят. Ну, мы можем много чего остановить, кроме усталости, да, она просто приходит. Да. Ну, вы знаете, все верно сказали, что молодые девушки, когда приходят в эту сферу, они напористые, они порой даже, скажем так, их самооценка слишком завышена, да, что касается людей уже зрелого возраста, старше, как вы говорили, то здесь наоборот, порой эта самооценка немного занижена, да, или люди стесняются того, да, вот верно сказали, вот эта сторона рабочая, здесь нет, тут так, тут ой, тут ай, да. Поэтому нужно раскрепостить человека, нужно дать ему поверить в свои силы, дать возможность показать, что ты можешь больше, да, и это нелегкий процесс, на самом деле это нелегкий процесс, это нелегко, поскольку на своем личном опыте я долго преподавал, и у меня были именно индивидуальные занятия со взрослыми людьми, были женщины, 40-50 лет, которые занимались. Но, когда ты до нее сможешь, когда ты до нее достучался, да, это очень, это, знаете, благодатная почва, то есть человек схватывает, причем самое интересное, я бы здесь вот сравнил с детьми, вот с детьми чем хорошо работать, да, вот ты говоришь, это вот там зеленая стена, да, он верит, и ты вкладываешь информацию, он как губка впитывает, да, и он повторяет, и он очень быстро учится. И вот со взрослым человеком, когда он тебе уже доверяет, да, то все, процесс обучения происходит, ну, такой очень стремительный, то есть человек впитывает так же, как губка, начинает с такой скоростью впитывать, и знаете, это такая вот жажда информации, жажда знаний, жажда улучшить себя самого, да, вот, так сказать, апгрейд такой сделать. Поэтому этим людям нужно не бояться, нужно прийти, сделать первый шаг, вот сделать только первый шаг, дальше мы уже поможем. Но есть ли такая убежденность в том, что поменялись критерии красоты, что, в принципе, востребованность будет не только вот у этих, ну, совершенно каких-то там нереальных девушек с длинными ногами, с большим бюстом молоденьких, а что публика хочет видеть в рекламе людей старше 40. Да, она хочет видеть себя, ну, потому что у нас средний возраст, все-таки у нас стареющее население, поэтому, правильно, да? Все верно. И поэтому, когда женщина выходит и выглядит она обычно, людям это нравится, они в этом узнают себя. Ведь даже, давайте так, вернемся к статистике, уберем эмоции и все, а ведь люди за 50 – это основной, скажем так, покупатель или потребитель в Европе. В Европе это основной покупатель экзотических путешествий, это основной покупатель автомобилей, недвижимости, ювелирных украшений, да? И эти люди хотят видеть рекламу в рекламе людей, которые как-то к ним на них похожи, то есть хотя бы одного возраста, да? То есть не 16-17-летних моделей, там, ребят или девушек, да, которые смотрят с плакатов этими взглядами дикими, да? Вот, а видеть близких к ним людей. И поэтому вот такая идет тенденция, да, когда в рекламе уже используют реальных людей. Ну и можно ли говорить, что действительно критерии красоты поменялись, и уже там модели плюс сайсп становятся более популярными, и что вот эта вот какая-то чрезмерная нереальная худоба, она тоже, ну, не становится… Отходит постепенно. Ну, вы знаете, я бы не сказал, что прям вот все поменялось. Раньше были актуальны молодые модели, сейчас актуальны модели там в возрасте или там, допустим, с весом каким-то, да? Просто критерии, они расширяются, то есть сама потребность, она расширяется. Да, будут всегда актуальны и молодые модели для показов, для участия в рекламе, но и будут актуальны и люди уже зрелого возраста, солидного возраста, образы с морщинками, если сказать, с седыми волосами, понимаете? То есть просто расширяется это поле, да, и индустрия смотрит и на эту категорию людей. А не важно, как они, они там полные там люди или худые люди, там 40 лет, 50 лет или 18 лет, просто расширяется. Но в плане критериев или идеалов красоты, мое мнение, что мы идем к такой некой естественности, да, то есть к естественной красоте. Я очень бы хотел, чтобы мы вернулись вот к этой красоте, ну, естественной красоте, которой были женщины там, не знаю, там 60-х годов, да, 70-х. Ну, простите, вот за грубость, это небритые подмышки или что-то такое? Нет, это вот такое ненадутое силиконом, такое естественное. Да, да, естественная красота, естественная красота, то есть все правильно, без вмешательства пластических хирургов, ну, или по крайней мере за разумное, да, то есть я не то, что призываю, там, я против этого вмешательства, но чтобы оно было каким-то разумным, то есть не таким бросающимся в глаза, не режущим глаз. Вот, вот если мы говорим о вашей категории клиентов, вот как часто приходят женщины, которым вы, например, отказываете, и можете ли вы вообще отказать? Вы знаете, вот смотрите, ну, человек приходит, он говорит, вы знаете, я вот хочу, да, я вот стесняюсь, я стесняюсь там чего-то, и я хочу научиться, да, там, красивой походке, к примеру, или я хочу научиться делать, чтобы получалось красиво на фотографиях, да, вот, и я вот тут говорю, вы знаете, нет, мы вам откажем, потому что, ну, не знаю, почему что, нет, конечно, ни в коем случае. Человек пришел, сделал шаг, даже, я бы сказал, нельзя отказывать такому человеку, он настроен на то, чтобы изменить себя, да, это классно, это отлично, что он хочет. А что в плане конкуренции? Женщины приходят с разными целями, но все равно где-то в глубине души они хотят быть звездами, да, я вот сейчас здесь что-то поделаю, похожу, и буду вот такая богиня. И тут вот начинается вопрос, например, подписания рекламного контракта какого-то, да, и какая-то рекламная кампания, где идет кастинг, и женщины внутри, скажем, модельного агентства тоже немножко оценивают свои силы. Конечно, да. Ну, вот может ли быть такое, что вот там женщина, у нее, может быть, там не идеальная фигура, не идеальное лицо, она научилась красиво ходить, да, но на фотографии она будет определенно точно проигрывать, там, другой, более ухоженной, или там в лучшей форме и так далее. Вот как внутри, вот нет ли обиды какой-то, конкуренции какой-то? Требование сбросить вес, например, может быть. Ну, вы знаете, конечно, этого не избежать, это реальная жизнь, и вот вы говорили конкуренции, конечно, они будут стремиться быть лучше, они будут друг на дружку равняться, то есть такое, знаете, я бы назвал это естественная конкуренция, да. Конечно, кто-то будет немножко опечален тем, что вот так, с кем она занималась рядом, она вдруг попала там на обложку какого-то журнала или снялась в той-то рекламе, а ее, например, не взяли. Ее уверен, уверен, конечно, будет где-то вот чуть-чуть так… Грызть. Грызть, да, где-то грызть, но, вы знаете, я в таких случаях вот, наверное, всегда говорю, что человек не должен опускать руки, он не должен как бы отчаиваться, ну вот все, меня не взяли. Все, жизнь закончилась, я страшная, я там еще какая-то там кривая, коса, и вообще мне зря я сюда пришла. Нет, нужно все равно продолжать, потому что в первую очередь ты делаешь это для себя, не для кого-то там, не для там, чтобы доказать своей вот этой вот, с кем училась там, сопернице, что ты лучше. Нет, ты для себя это делаешь, и поверь, ты уже себе можешь плюсик поставить, большой плюс, да, но нужно не бросать, просто продолжать. И верить в то, что рано или поздно ты найдешь свой вот этот журнал, если так можно сказать образно. А это дорого? Вот учиться в модельном агентстве? И сколько нужно учиться? Нет, нет, это недорого, это средняя такая некая цена 96 евро в месяц. А что, как часто эти занятия? Эти занятия два раза в неделю, по два часа, ну то есть четыре часа в неделю. А кофе есть? Да, кофе есть. Ну так вообще считай бесплатно просто. Мы сейчас уходим. Да, сделать небольшую паузу. Мы уходим на рекламу новости и после этого продолжим. Продолжается личное утро на радио Болтком. Геннадий Зебловский сегодня у нас в гостях, основатель агентства Культ. И это агентство как раз-таки для моделей возраста 40+. И вот, наверное, может быть, настал тот момент, когда можем поговорить вообще о тех предметах, которые преподают. Потому что понятно, что, может быть, молодые люди, которые приходят в подобного рода агентства, еще не обладающие жизненным опытом какими-то, для них все в новинку, и там большое количество предметов, которые можно устроить. Вот люди, может быть, уже у которых есть багаж. Вот чем их можно удивить и чему их можно научить? Ну, как я говорил, у нас в программе обучения, я назову, наверное, все предметы, которые будут, это искусство походки, дефиле. На сцене, причем походка и в жизни. Это актерское мастерство, это предмет искусства позирования, это хореография, это предмет самопрезентация в социальных сетях и макияж. Вот макияж, например, чему можно научить женщину после 40? Ой, много чего, да? Да, вы знаете, как минимум, по крайней мере, как минимум, педагог расскажет, как делать уход за лицом. Как в той или иной съемке, да, которая будет, например, у кого, у женщины или мужчин, использовать тот или иной мейкап. Понимаете, ведь, к примеру, возьмем корпоративный какой-то сектор. Например, люди фотографируются, выставляют свои фотографии, то есть наш персонал или наши управленцы. Бизнес-фотография, да, какой макияж. Естественно, это должен быть естественное лицо, естественно, то есть минимум. Не королева ночи. Да, не королева ночи. И вот здесь, как бы, это все педагог расскажет, по крайней мере. Это будет такой общий курс, да. Там не будут людей учить, переучивать зану, потому что мы понимаем, люди придут уже с определенным багажом. Или, к примеру, предмет искусства позирования. Да, это вообще предмет сейчас очень актуальный. Это актуально, потому что мы все знаем, что именно во время фотографирования у тебя всегда одна рука лишняя. Это тот неловкий момент, когда одна рука всегда лишняя. То есть с одной ты еще можешь что-то придумать, все с кофе фотографируются, да, обычно. А то вторая, она всегда никуда. Куда ее девать? Вот скажите сейчас, что сделать? Вот вы знаете, куда ее деть, да? Куда-нибудь, куда-нибудь даденем. Смотрите, нет. И это ведь не только, вот фотография сейчас очень актуальна. Все фотографируются, выставляют в социальные сети, то есть создается некий такой образ. И этот предмет, он будет учить, какие хорошие ракурсы для вас, да. Да, вообще, как держать себя перед камерой, да. Там отличие съемки там в платьях или там бижутерия или с ювелирными изделиями. То есть вот эти все нюансы будет педагог рассказывать, и вы это все будете уже в реальной жизни использовать, применять. Практические занятия? Конечно. Фотография без практических занятий – это как свадебная ночь без невесты, знаете. То есть обязательно будет. Прекрасно. Да. Или хореография, например. Это вообще азбука. Это азбука движения. Это основа движения. Она ставит, она, во-первых, дает общую растяжку мышц организма, корпуса. Она дает постановку пальц и красивых элегантных жестов кисти рук. Вот обратите внимание, на подиумах, да, к примеру, или актрисы, когда выходят на сцену, происходит некая жестикуляция. Да, вот если понаблюдать, то вы всегда можете обратить внимание, как она держит пальцы. И вы сразу можете понять, занималась она хореографией или нет. Вообще уровень танцора, который на сцене, всегда определяют, ну, как бы так, кто уже знает, по тому, как он управляет своими пальцами. То есть по позиции пальца в движении. Да, то есть у человека с классической подготовкой, классикой, да, хореографией, всегда пальцы в правильном положении находятся. Да, то есть какое бы он движение ни делал, хип-хоп, эстрада или что-то еще, но всегда его уровень танцора определяет по позиции пальца. Так вот, и хореография – это основа основы. Это азбука. То есть даже вот если я там произношу речь, я жестикулирую, то есть это может… Вот у тебя сразу видно, что хореографии не было, да? Да, да, да. Да, да, ну, кстати, да, можно позаниматься. А я вот пойду к Геннадию, приду к богине, я уже поняла, краситься наконец-таки научилась, руку девать куда-то во время фотографии. В Инстаграме опять-таки там все происходит. В Инстаграме сразу рейтинг повысится. Очень немаловажно сейчас такое вот, на наш взгляд, это вот самопрезентация в социальных сетях. То есть вы знаете, порой образ человека в социальной сети или в виртуальном мире и в реальном настолько кардинально разный. То есть мы еще пока не научились как-то делать связку между реальным миром и виртуальным. Либо кто-то делает перекос в виртуальный, и тогда человек теряется в реальном мире. То есть он не знает, как себя в реальном мире вести, потому что в виртуальном он уже создал себе другой кардинальный образ. А вы будете этому учить? Да, конечно. А это какой-то специальный предмет, то есть вот самопрезентация в социальных сетях? То есть что нужно, это врать людям или... Нет, нет, это здесь нужно... Немножко недоговариваться. Нет, 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 здесь, понимаете, здесь нужно как бы для начала понять, кто ты, да? То есть мы приходим устраиваться куда-то на работу, мы пишем CV. CV мы уже научились красиво писать с нашим опытом, с нашими личными качествами, характеристиками, ответственной, серьезной, ни граммы, ни капли, да? Ну работодатель, он заходит в социальную сеть, в Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники, ну куда? И он видит картинку совсем другую, да? То есть и порой эти картинки – это два разных человека. Пошлые картинки, не смешные анекдоты. Абсолютно, да, да, или какие-нибудь там вечеринки там разгульные, да? То есть это касается и мужчин, и женщин, да? И вот мы пока еще не научились выстраивать свой образ в виртуальном мире, в социальных сетях, а мы там проводим очень много времени. Мы выкладываем туда буквально все, кто с кем встретился, что сказали, вот тут я так сижу, вот тут я так лежу, да, или еще как, понимаете? Ну вот, скажем, специалисты, которые будут преподавать, кто это, откуда они, какой у них опыт, и насколько было с ними легко договориться, потому что хорошие преподаватели, они, как правило, расписаны, да? А тут это все-таки уже такой график работает. Да, да. Вы знаете, конечно, те, кто будут преподавать, они первое, скажем так, имеют долгий или большой опыт каждый в своей сфере. То, что касается, к примеру, актерского мастерства, например, это педагог, это актер, который уже более 15 лет служит в театре, да? То, что касается педагога по, например, по позированию, это девушка, с которой я еще работал в 90-х годах, она преподавала этот предмет, она сама и работала моделью, и очень плотно изучала теорию, то есть, как преподавать, что, какие-то нюансы. Потому что ведь этот предмет, он, скажем так, его нет в классическом образовании, или где-то его не учат ни в университетах, ни в институте. Это такое выстраданное жизнью, то есть, прожитое опытом. Хореография – это обязательно, что человек с классическим образованием, или, по крайней мере, с образованием в сфере хореографии и классики. Социальные сети – это человек, который ведет… А мы имя он не будем пока называть. Да, пока, да, ну, нет, я могу сказать, что по актерскому мастерству это будет Евгений Черкес, это актер… А я знаю, это мой одноклассник, ну, в параллельном классе. Вот так вот, да. Очень симпатичный, кстати. А кто по социальным сетям? По социальным сетям, поскольку этот предмет, он будет чуть-чуть позже, он к концу курса, есть как бы переговоры там с разными людьми, ну, пока не хочу озвучивать, с кем договоримся, потому что, вы правильно сказали, хороший педагог, он, первое, стоит деньги, и, второе, он расписан, где-то преподает, все, поэтому нелегко. Нелегко договориться, и вот здесь нам нужно еще как-то улаживать моменты, вот именно расписание самого, поэтому это непростой такой процесс, сразу скажу, конечно. И чтобы и мы оставались в своей сетке, и педагог мог приходить на определенные часы, это такое, знаете, вот иногда это у меня отнимает очень много времени, когда сижу, пытаюсь вот эту сетку такую… Впихнуть, впихнуть, да, 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 и там договориться и с теми, а тут могу, здесь не могу, в этот день могу только со стальки, ну, то есть, это такой реально очень сложный процесс, вот, но тем не менее. Насколько, как вы думаете, насколько популярным будет вот этот проект модели 40+, может быть, есть уже какие-то заявки, или вы предполагаете, что их будет, например, на курсе 100 человек, или их будет 20 человек, то есть, какие у вас сейчас прогнозы? Вы знаете, люди записываются, и более того, уже проходят встречи, то есть, с теми людьми, кто изъявил желание заниматься, поэтому, ну, более-менее все в порядке, то есть, народ приходит, стесняются, очень многие, знаете, когда по телефону звонят, они так очень таким спокойным образом, здравствуйте, вот, я вот, мне интересен курс модельная практика, да, он называется модельная практика, да, и, говорит, вот, а вы кого принимаете? Я говорю, ну, женщин, мужчин, там, 40+, а вот, а мне больше, чем 40, я говорю, отлично, а мне больше, чем 50, я говорю, вообще замечательно, она говорит, да, так пауза, типа, я что, шучу или как? Я говорю, нет, нет, правда, мы именно ориентированы на вас, вы не волнуйтесь, вы будете заниматься среди, вот, людей, хорошо, вашего возраста, то есть, вы будете, у вас, ну, как бы, в комфортной среде будете заниматься. Есть другой случай, звонит меньше 40, говорит, здравствуйте, я говорю, вот, а вы принимаете вот то, кто меньше 40, там, мне 35, я говорю, ну, подрастете, приходите, ну, это шутка, конечно, была, я говорю, ну, вы знаете, приходите, пообщаемся, и, как говорится, да, да. Но ведь многие, даже голливудские актрисы жалуются на то, что, ну, вот, это даже называется эйджизмом, что вот с возрастом они лишаются каких-то ролей, ну, понятно, что не, уже вот, ну, такой, есть стереотип, что после 40 уже карьера не светит. Вы знаете, вот, на этот счет мне попалась на глаза одна статья, Кэмерон Диас, она, знаете, эту актрису, конечно, да, 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 очень отлично, мне нравится эта актриса, очень интересная, и она издала книгу свою, в котором касается и вопросов возраста, конечно же. И вот она тоже седует на то, что журналист вот постоянно у нее спрашивает, ну, как же вам уже за 40, ну, вот, вот уже все, в принципе, предел, карьера ваша закончилась, да, вы заработали миллионы, но тем не менее. И вот ее этот вопрос тоже очень смущает, и она не понимает, почему вот человеку в 40 уже должно что-то закончиться. А что ты досмотрел стрип делать вообще, уходить? Да, то есть там, да, там уже самому что-то ложиться куда-то, да, то есть все. И она говорит, что, гениальная фраза, мне кажется, что старость – это та льгота, которая дает тебе природа, то есть это тот подарок тебе, который дает природа, да, который дает тебе Бог, то есть ты стареешь, ведь многие люди умирают, не дожив до этой старости, понимаете? То есть если рассматривать с этой позиции, то это действительно, это подарок судьбы, что ты встречаешь 80-летие или там столетие, это прекрасно. Было бы еще круто, если бы ты его молодым встречал, вообще было бы шикарно. То есть у тебя там 80 лет, а ты выглядишь, ну хотя бы на 40. Давайте примем звонки, у нас еще наушники, здравствуйте, добрый день, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. У меня такой вопрос, мне очень заинтересовала эта информация, возраст подходящий, все подходящее, кроме одного. У меня маленький рост, меня бы взяли в модельной гене. А маленький – это сколько, у вас сразу интересно? Метр пятьдесят. Вот, мы почти одного роста. Меня бы сказали, что возьмут. Да, да. Как вас зовут, я извиняюсь. Стелла, я хотела уточнить, нет, взять-то возьмут всех, но есть ли шанс, я имею в виду не для себя, если я хотела бы заниматься, а именно быть моделью. Вы знаете… Вот там есть ли шанс? Да, шанс есть. Я объясню, почему. Да. Хорошо. Для выходов на подиум, к примеру, да, да, нужен критерий – это рост. Это не секрет, это все знают. Но для съемок в рекламе, неважно, какой бы это ни было, какая бы это ни была реклама, фотореклама, да, здесь очень важен образ, имидж, который можно создать из той или иной модели. То есть, а вот уже по радио мне сложно ответить, есть ли у вас шанс или нет, поскольку я не вижу вас, да, вы приходите обязательно на встречу, и мы уже пообщаемся, и тогда я уже смогу что-то вам сказать, хотя, знаете, вот это такое вот как бы первичное, да, но не всегда можно человека раскрыть с первого раза. То есть, вот увидел, сказал, да, есть шанс, или есть перспектива, или есть у вас типаж определенный, или его нет, понимаете, ведь люди могут ошибаться. Да? Ну, да, понятно. Вот, так что в плане фото это, конечно, есть шанс. Спасибо, есть еще звонок, здравствуйте. Пожалуйста, Ваня. Да, доброе утро. Добрый день. Женечкин, Олег, уважаемый Геннадий, Виктор. Ну, прежде всего, вам, Евгения, в агентство не надо, потому что весь дамский контингент моментально выпадет в глубочайший депрессник, не надо. Ну, а Геннадий, Геннадий, великолепно было сказано, что реальная жизнь, а самое главное, естественность. Вот, обратите внимание, все рекламные ролики, которые мы видим, там всегда полноценная здоровая семья. Папа, мама, доченька, сыночек иногда даже, бабушка с дедушкой промелькнут. И это как раз доказывает, что наше общество, слава богу, здорово. Ведь нет ни одной рекламы, где родитель номер один, родитель номер два. Потому что рекламщики, они понимают, они понимают. Виктор, спасибо, но это немножко другая тема. Спасибо, но, да, тут я понимаю, что речь идет уже о том, что есть в Европе и другие виния там с рекламами, но я не знаю, насколько это имеет отношение. Ну, не совсем, да, да, не совсем. Это уже, мне кажется, тема отдельного эфира и разговора. Как долго длится курс? Курс длится пять месяцев. То есть, два раза в неделю в течение пяти месяцев женщины проходят вот все те предметы, которые вы называли. Да, да, в течение пяти месяцев. А диплом? Извини, а диплом на стенку повесить? Я модель, модель чего? Или какой-то, не знаю, условно говоря, курсовая работа. То есть, ну, будет ли какой-то выход? Да, конечно. Смотри друга, сфотографируй тебя и покажи, что ты чему-то научилась. Да, вы знаете, конечно, по окончанию курса девушки, ну, и мужчины, они получат профессиональные фотографии. То есть, свое портфолио. Это обязательно. Это отдельно оплачивают? Нет, 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 это уже будет включено. Это уже включено. Альбом? Вместо семейного альбома это теперь детские фотографии будут говорить, смотри, какая я, да, и куча разведенных женщин тут же второй раз выйдет замуж. Я поняла эту систему. Ну, нет, ну что вы, нет, нет, нет. Как нет? Зачем вы сейчас это говорите? Женщина может надеяться. Ну, мы этим не занимаемся, понимаете. Мы только, мы подготовим женщину, а дальше как она будет идти, кому фотографии идти показывать, это уже ее. Но шанс заметно увеличивается. Однозначно, шансы, да, да, да. Шанс увеличивается. Шанс увеличивается, да. Насчет каких-то, ну, вот, контрактов, может быть, съемок. Вот, насколько вы готовы представлять интересы, там, ну, вот, каким это образом может происходить, и происходит ли это, ну, на латвийском рынке, или, может быть, у этих людей, ну, есть ли востребованность где-то, какие-то международные компании? Вы знаете, да, если, скажем так, на модель будет интерес, будет спрос, будут предложения съемок, участие в съемках, в показах, да, то, конечно, это будет контракт. Мы будем заключать с этими моделями контракты. Причем, как бы, это контракты будут, если и работа и здесь, и работа за границей, то есть в Европе. По поводу самих, допустим, других агентств, которые существуют в Европе, которые работают с моделями в данной категории, да, они есть. Может быть, они не так распространены или не так на слуху, как остальные модельные агентства, но, тем не менее, они есть. Это и британские модельные агентства, и французские, они очень активно работают на своих рынках в Европе, да, и мы тоже с ними планируем сотрудничать, то есть представлять наших моделей для их модельных агентств, да, ну, и также работать напрямую с рекламными агентствами. Здесь в Латвии тоже есть работа, ну, конечно же, ее будет, предполагаю, что ее будет не так много, но, тем не менее, модели, которые здесь в Латвии, они могут здесь такую, знаете, как обкатку получить. То есть попробовать себя на подиумах в рекламе здесь, потому что, ну, это такая, как бы, база подготовки, а уже, когда выезжают туда, то там уже у нее не будет возможности, знаете, подготовиться, попробовать, потренироваться, потому что там все очень жестко, жестко расписано, расписание, съемки. То есть она уже туда должна как-то быть подготовлена приехать. Ну, а если мы говорим о латвийском рынке, насколько латвийский рынок вообще готов к такой категории, возрастной категории моделей, насколько он открыт к этим предложениям, насколько он легко вообще подписывается под такие вещи? Ну, вы знаете, вот на показах и недели моды, которые проходят у нас здесь в Риге, да, я сам не был, потому что меня не было здесь еще, участвуют уже в выходах каких-то дизайнеров уже люди, скажем так, зрелого возраста, модели зрелого возраста. В каких-то показах уже, то есть не в рамках недели, также уже привлекают модели взрослых. То есть есть эта тенденция, но, скажем так, наш рынок не такой большой, чтобы говорить о целой индустрии, которая здесь сформировалась. Но, тем не менее, интерес есть, спрос есть, и, соответственно, мы будем его реагировать на него. Вот знаменитая фраза из «Москва слезам не верит» о том, что в 40 лет жизнь только начинается, она насколько может стать, ну, не знаю, ликмотивом вашего индустрия? Ну, я бы сказал, что это прямая фраза о нас, да, то есть после 40 жизнь только начинается, все еще впереди, поэтому… Ну, слава богу, а я задумала, да, еще чуть-чуть подождать, и вот оно начнется наконец-то. Но вот, скажем, сейчас у вас уже набраны группы, вы можете видеть, как меняются эти женщины, вы видите какую-то тенденцию, что вот они стали более раскрепощенными, более уверены в себе? Я понимаю, что еще пока не началось. Да, в сентябре, мы в сентябре начнем. А, потому что вы сказали с лета, поэтому я думаю, что у нас есть. В сентябре начнется курс, но, тем не менее, я уже вижу женщин, которые приходят, которые хотят заниматься, и вы знаете, это классно, у них есть огонь в глазах. То есть это те люди, которые, наверное, на первичном этапе перебороли какое-то свое стеснение, какой-то такой небольшой страх, они пришли, но глаза у них горят. И я могу представить, это огонь, это просто огонь. Они будут очень… Они будут… Большая жажда до знаний, до тех навыков, чтобы чему-то новому научиться для себя. И это очень хорошо, это очень хорошо. А будущее вот вашего агентства, то есть я понимаю, что сейчас мы стоим в начале, но насколько вы видите перспективы этого? Ну, я верю, я верю в эту идею. Идею в том, что идет общемировая такая тенденция, когда в рекламе, в индустрии моды появляются модели зрелого возраста. Поэтому я говорил о том, что чуть-чуть ранее это не то, что критерии меняются, то есть было белое, стало черное, было зеленое, стало красное, а то, что расширяется. Этот рынок, он расширяется, и у него есть куда расширяться. Сейчас это происходит за счет появления в этом бизнесе зрелых моделей, моделей возраста, скажем так. Будет ли какое-то разделение по группам, скажем, группы 40-50, 50-60, 60-70, или все вместе занимаются? Вы знаете, я думал насчет этого. Чтобы комфортно было. Да, да, да. Будем смотреть. У меня была дедовщина. А, дедовщина. Даже просто женщина в 60 лет может немножко тушеваться перед 40-летней, потому что разница все-таки будет заметна. Надо смотреть. Надо смотреть, пока вот на данный момент вот нет такого, нет большого разброса возраста, да. Но если он будет, то, конечно, мы разделим. А вот мужчины уже интересовались? Да, были. Но вот мужчины в этой сфере, она как сто лет назад, наверное, была редкость, так и сейчас, в общем-то. Ну, они приходят, они вот, вы их заинтересовываете, они говорят, что мы придем в сентябре, или они начинают вот это вот ломаться, да? Ну, ладно, посмотрим, позвоним в сентябре. Ну, знаете, вот те, кто звонят, они так же с опаской, так, а вот мне вот столько, ну, то есть сначала очень много но, да, когда переходим к сути, но я уже понимаю, да, то есть я говорю, хорошо, да, да. Это возможно, да, это да. Да, и да, я вот хотел бы попробовать, мне это интересно, вот у меня работа связана с общением, я работаю там менеджером, там, так и так. Ну, они стесняются чуть-чуть, чуть-чуть стесняются, и я думаю, что им даже сложнее прийти вот на это первое собеседование, то есть да, они звонят, да, интересно, но вот пока еще приходил один, правда, один человек приходил, да, пообщались, он, да, я хочу попробовать модельную практику, научиться. Я там умею там на гитаре играть, все, ну, посмотрим, посмотрим. Придет ли, да? Да, да, да. Ну, что, у нас на самом деле время уже подходит к концу. Подходит к концу. Геннадий Забловский, да, Забловский сегодня был у нас в студии, основатель агентства Культ, агентство, которое работает с моделями возраста 40+. И как мы узнали, что можно чуть-чуть до 40 тоже прийти, вот пойду, буду учиться красиво ходить. Спасибо вам, удачи. Да, спасибо большое, и хорошего вам дня и отличных выходных с праздником на всех. Точно, праздник города, да? Да, да, да. С утра на Болткове.